Итак, всем привет! С вами Александр Котин. Сегодня мой выход на канале АМАРКЕТС. Делаю, как обычно, обзор для канала. И сегодня посмотрим, как обычно, валютные пары. Золото, биткоин, нефть, индекс РТС, фьючерс на доллар. И прежде чем начнем, хочу напомнить, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. Дело все в том, что у меня есть персональный коучинг, где я довожу до результата своих студентов. И если вам будет необходима моя помощь, то вы можете записаться на бесплатную консультацию для начала. И уже в рамках бесплатной консультации я поработаю с вашей ситуацией. Посмотрим, что происходит у вас в сфере трейдинга, какие есть проблемы. Посмотрим, как их можно решить, как они мешают вам достигать тех результатов, которых вы хотите достичь. Ну и, соответственно, сделаем план дальнейших действий. Вы сможете этот план внедрить самостоятельно и прийти к результатам уже в течение ближайших месяцев. Итак, давайте начнем. Начнем мы традиционно с пары евро-доллар. Что здесь видим? На дневном графике образовался дивергентный бар. Здесь развивается импульс вверх. Вероятно, первая волна. Сделку, которая у меня была открыта, я прикрыл. Прикрыл раньше. Еще где-то вот тут. Да, в принципе, можно показать. Где-то вот. Вот здесь я ее закрыл. Цена пошла выше. Идет удлинение. Но в данном случае я жду, пока будет коррекция, для того, чтобы снова заходить в покупку. Поэтому данный сигнал – это скорее вход в какую-то очередную коррекцию. И если эта коррекция придет к линии баланса, то, вероятнее всего, с меньших таймфреймов я буду искать точку входа на покупку. То есть снова в направлении основного тренда. Пара фунт-доллар. На мой взгляд, здесь была волна А. 1, 2, 3, 4, 5. Вот хорошо виден импульс. ABC-коррекция. Образовался бар. Я попробовал этот бар взять с дневного графика в продажу. Со стопом по максимуму этого бара. Для меня это точка входа, то есть сигнал в продажу. Внутри он, естественно, подтвержден. 1, 2, 3, 4, 5. Это пятиволновка внутри волны С. Ее здесь хорошо видно. Это А, это Б и это, соответственно, волна С. Вот ее пятиволновая структура здесь хорошо прослеживается. Здесь хорошо виден данный бар. И я взял его в продажу. Посмотрим, что будет дальше происходить. Будет ли новый сигнал, и меня закроет стопом. Либо цена пойдет вниз. Я этого знать не могу, так как я, в принципе, не знаю, что будет на рынке. И его не предсказываю. То есть я следую просто за рынком. Появился нужный паттерн с подтвержденным сигналом. Я захожу. Но этот сигнал не со стопроцентной вероятностью, а просто с большой вероятностью. Сигнал с низким риском, высоким потенциалом. Где, соответственно, отношение риска к доходности может быть достаточно большим. Заранее я могу, естественно, знать только лишь свой риск. Это 1% от денег, которые лежат на моем счете. Либо, соответственно, 2%. В каких-то случаях я просто риск немного увеличиваю. В этом случае получается большая доходность. Например, за прошлый месяц у меня была доходность 26%. Что, в принципе, для меня достаточно. Это сверхдоходность, поскольку ориентируюсь я обычно на 50-60% годовых. Вот так. Что касается франка, здесь также идет импульс с удлинением. Отсюда также давно я вышел. Жду коррекции и, вероятнее всего, буду заходить дальше с коррекцией по тренду вниз. Поскольку на месячном графике идет развитие импульсной волны вниз. Была коррекция к линии баланса. Соответственно, то, что здесь мы видим, пока еще сложно говорить о том. Это ABC паттерн. То есть, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. И тут первая волна куда-то идет. Либо это развитие какой-то волны вверх. Этого мы заранее знать не можем. Поэтому я всегда пропускаю первую волну. Жду коррекцию. Захожу, а дальше уже смотрю. Это будет первый, второй, третий или это будет A, B и C. Вот так. Поэтому в данном случае, пока идет развитие импульса, он удлиняется. С меньшего таймфрейма видно также его удлинение. То есть, 1, 2, 3, 4 и 5 волны еще внутри 5 волны не было. То есть, импульс не закончен. А коррекции тем более еще не начиналось. Вот когда она завершится. Точнее, когда завершится импульс, завершится коррекция. Тогда я посмотрю за точками входа. У меня в данный момент, кроме фунта, открыто еще золото и канадский доллар. Сейчас тоже до них дойдем. Итак, доллар-иена. Напоминаю, что на старшем масштабе, на недельном, здесь эта ситуация не видится как сложная коррекция. Это волна A. Соответственно, я думаю, что мы будем ее цеплять через какое-то время. Но смысл в том, что в данном случае идет развитие только первой волны. И я ориентируюсь на золото, так как доллар-иена и золото, они коррелируют. И когда золото растет, иена против доллара укрепляется, что мы, в принципе, сейчас видим. Это удлиняющийся импульс. Завершение его увидеть крайне сложно. Но если, допустим, я бы хотел здесь торговать, я бы следовал своей достаточно простой стратегии. Пропустил первый импульс, дождался коррекции и пробовал бы с этой коррекцией заходить в новую волну вниз. А не пытался торговать развороты. Это, на мой взгляд, более безопасно. Австралийский доллар. Обратим внимание также на дивергентный бар. Бар с нижним закрытием вот тут. На мой взгляд, это была волна A. Она является пятиволновкой. ABC-паттерн в зону предыдущей коррекции приходит. И это является точкой входа на продажу. Возможно, до зоны предыдущей коррекции. Так как то, что мы видим на дневном, скорее всего, это законченный импульс и он сейчас корректируется. Точка входа могла быть также с более мелким стопом на 4-х часах. А вот по новозеландскому доллару я зашел в продажу, так как с австралийцем он коррелирует. И я австралиец параллельно новозеландцу не торгую. Я выбираю что-то одно. В этот раз я выбрал новозеландский доллар. Соответственно, на дневном графике мы видим импульс. Здесь также была только волна А, Б и, вероятно, это вход в волну С. Зона предыдущей коррекции вот здесь находится. Я ее выделил. И это, вероятно, зона для завершения коррекционной волны всего этого импульса. Как раз мы окажемся под синей линией баланса недельного таймфрейма в этом случае. Но мы здесь видим достаточно мощный дивергентный бар. Он также является точкой входа дневного графика. Но, как вы понимаете, на 4-х часах стоп был короче. На днях еще был вот этот бар. Естественно, я с него не заходил, потому что внутри здесь не было подтверждения. Да и плюс закрытие этого бара было не таким красивым, как вот здесь. Обратите на это внимание. Поэтому на рынке есть своя такая красота, эстетика при закрытии некоторых баров, при развитии некоторых импульсов. Канадский доллар зашел в лонг. И в данном случае моя позиция, она обоснована чем? Почему я не заходил вот с этого бара, а зашел именно вот с этого? Все очень просто. Открываем 4 часа. Это, вероятно, импульс вверх. Это ABC паттерн. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5. То есть на том предыдущем баре здесь не было еще дивергенции и не было 5-ти волновки в волне С. Вот этого ABC паттерна. А сейчас она есть. Поэтому этот бар не был подтвержденным, а этот бар, естественно, стал подтвержденным. Это подтверждение мы видим на меньшем таймфрейме. Куда я зашел? Естественно, в какую-то коррекцию. В данном случае тут было удлинение 5-й волны. Посмотрим, понаблюдаем за тем, что здесь будет дальше происходить. Я буду смотреть исключительно только по факту. То есть преждевременно никаких выводов не делаю. Куда придет цена, какие у нее там цели. Я этого не знаю. Поэтому не обманываю ни себя, ни вас. Вот так. Что дальше? Золото. 1, 2, 3, 4, 5. Пятиволновка здесь завершилась. Идет развитие первая, вторая, третья. Возможно, здесь развивается какая-то большая первая волна. И мы видим не развитие какой-то третьей волны непонятное. Скорее всего, развитие только третьей в какой-то большой первой. То есть здесь первая была, вторая была. И эта первая-вторая, скорее всего, была в какой-то большой первой волне Которую мы пока здесь еще не видим Но со временем она здесь появится На внутридневном таймфрейме На часовике очень возможно, что мы добьем этот максимум Завершим вот этот импульс 1, 2, 3, 4, 5 Но потом надо будет смотреть, что здесь будет происходить В долгосроке я вижу золото в рост Был ABC паттерн На недельном таймфрейме было два дивергентных бара, завершающих волну С В зоне предыдущей коррекции Все здесь четко Идет развитие импульса А в данном случае просто жду Заходил с фрактала, что в принципе для меня это не свойственно Но относительно короткий стоп для дневки И это единственный фрактал, который можно торговать на прорыв То есть он близко к пересечению от линии баланса Это раз Во-вторых, это прорыв фрактала первой волны 1, 2 паттерн здесь есть И я бы дождался импульса И на вершине этого импульса буду выходить Чтобы не пересиживать большую коррекцию Которая там вполне может начаться после Поэтому наблюдаем Итак, вот сколько у меня 4 сделки получается Открыто Фунт Новозеландец, канадец и золото Серебро Также тут формируется, как на золоте, какая-то первая волна Вероятно, нового импульса вверх Наблюдаем Серебро я не торгую Здесь цена пункта, она раз так в 5 побольше, чем на золоте Ну и в принципе золото и серебро чаще всего коррелируют И вряд ли надо увеличивать риски Индекс SP500 Скорее всего это локальная коррекция И вероятно мы продолжим движение вверх Потому что вот этот импульс Который отсюда начался 1, 2, 3, вероятно там 4, 5 Как-то вот так вот Я вижу развитие событий АО растет на недельном графике Параллельный рынок Скорее всего это просто идет удлинение Биткоин Биткоин достаточно сложен для оценки Если взять недельный график Здесь ясно, что мы в третьей волне Эта самая третья волна могла здесь и не закончиться То есть внутри нее вполне может протекать очередная коррекция А может быть и разворот Вот тут сказать сложно Поэтому когда рынок подходит вот к таким вот максимумам Когда множественные дивергенции образуются Образуются несколько максимумов Удет удлинение Я стараюсь такие рынки не торговать И держаться от них в стороне Поскольку здесь могут быть вот такие длинные тени И соответственно на вершине тренда Это практически всегда так и происходит И вот здесь вот сложно говорить о том Будет ли тут коррекция и еще максимум мы увидим Либо будет что-то вот такое Как было в первой волне В восемнадцатом и когда там в семнадцатом году В конце Когда просто безо всяких дивергенций Цена просто разворачивается И идет делать коррекцию Вот Поэтому в данном случае Не исключено, что это локальная коррекция Ее разобрать внутри крайне сложно В общем возможно, что это А Это Б И волны С просто еще не было Она может прийти в зону коррекции Предыдущей вот этой Либо вот этой Как-то так Я бы пока подержался в стороне от биткоина И не стал бы туда заходить А вот нефть На днях я видел вот этот бар И рекомендовал с этого бара не заходить в продажу И видите все верно То есть его максимум был перебит Если бы вы с него зашли И вас бы застопило Соответственно здесь появился новый сигнал С большим стопом Очень вероятно, что по нефти Это ABC паттерн И была только волна B И очень вероятно, что Здесь еще может быть снижение И увидим волну С В район предыдущей коррекции Вот так Поэтому не исключено, что нефть до сюда может снизиться До сюда это до примерно 56 с копейками долларов Так, дальше мы смотрим с вами обычно Индекс РТС Индекс РТС На дневном графике Идет развитие импульсной волны Я думаю, что в этом межфрактальном расстоянии От фрактала до фрактала Есть первая волна Вот ее хорошо здесь видно Ее структура 1, 2, 3, 4, 5 И вот ABC паттерн Который ее скорректировал Здесь был вероятный сигнал Покупки для внутридневного входа Первая, вторая волна В каком-то новом импульсе И очень вероятно развитие импульса вверх Обновление максимум Непосредственно по тренду Дальше Мы обращаем с вами внимание на Доллар-рубль Так называемый C Фьючерс на доллар Вот он Здесь также стоит отметить Что на дневном графике С высокой вероятностью Идет продолжение треугольной коррекции И если мы с вами обратим внимание На то, что прошло вниз То мы можем снизиться Кстати, вот к нижней границе К нижней границе этого треугольника То есть еще какой-то волной Прежде чем Возможно будет какой-то рост Да? Тут надо аккуратно С высказываниями С высказываниями по данной паре Но тем не менее Если мы с вами откроем часовик Здесь виден пятилуновой импульс Вот он Он не очень такой красивый Но ABC-коррекция Здесь четко прослеживается Вот Я бы отсюда, наверное, зашел в продажу Потому что Я заметил, что часто Очень На данном инструменте Бывают вот такие вот ситуации Когда появляется бар Потом появляется следующий бар Который не добивает максимум Это было здесь Это было здесь Я это замечал не один раз На данном инструменте И очень вероятно Что то, что мы видим в часовике Это такая же примерно ситуация Где появляется новый бар И не добивает максимума А внутри Не складывается в итоге Как бы пятилуновка Но там она складывается Просто там максимально движущая сила Будет немножко Не в третьей волне Но ничего страшного Это как некая погрешность Поэтому в данной ситуации Не исключено, что Данный ABC-паттерн закончен И можно рассматривать Точку входа на продажу То есть Какую-то очередную тройку Относительно дневного графика Дело в том, что В треугольной коррекции Все волны Они тройки То есть Они состоят исключительно Из каких-то троек И Здесь вполне вероятно Развитие очередной Какой-то тройки вниз К вот этой Нижней границе Примерно Вот так А потом Уже надо будет следить Затем Будет ли тут движение вверх Или Это усложнение Пойдет коррекционной волны До Примерно Вот 70 Рублей То есть До обновления Вот этого минимума Такое тоже Возможно И вероятно На этом У меня на сегодня все С вами был Александр Котин Записывайтесь на мою Бесплатную консультацию В течение 40 минут Поработаю с вашей ситуацией В трейдинге Сделаем план дальнейших действий Который поможет вам Выйти на результаты В ближайшие месяцы Ну и если вам будет необходима Моя дальнейшая помощь В виде персонального коучинга Я расскажу Как вы эту помощь можете получить На каких условиях Ссылка в описании Сразу же перейдете в мой Ватсап Договоримся по времени И созвонимся В то время О котором Будет у нас договоренность На этом все Желаю успешной торговли Ставьте стопы Считайте риски И зарабатывайте На финансовых рынках Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok